Всем добрый день, особенно Турькистан. В видео сегодня для вас о Турции я расскажу, как оплатить в стамбульском аэропорту Стамбула на выезде из страны свою просрочку по визе. Давайте приступим. В чем здесь особенности? Снимаю я эту информацию осень 2021 года. В Турции, хочу отметить, очень часто меняются правила. Сотрудники госорганов, в том числе в аэропорту, иногда не всегда успевают за сменой этой информации. Условия очень часто меняются. Вид на жительство, как выдают каждые три месяца, что-то меняется, по-другому происходит. Так что актуальность этой информации на сентябрь, октябрь, ноябрь 2021 года. Итак, когда вы приходите в аэропорт Стамбула, на вылете из страны, международный аэропорт, это новый аэропорт в Стамбульске, когда вы подходите к месту своей регистрации, стойки регистрации, я вам посоветую приехать с запасом времени, желательно, может быть, на час, 40 минут-час, где-то запас времени. Это зависит от времени суток, когда вы едете на полностью аэропорта. В спокойное такое время на это ушло у нас где-то 25-30 минут. Я рассказываю про рейс Аэрофлота. У других компаний всегда есть человек, турок, который говорит по-турецки, по-русски и по-английски, возле стойки регистрации, который решает такие вопросы. Что-то подсказывает, вы можете задать какие-то вопросы. Такой вот мельтешащий всегда турок. У Аэрофлота всегда один и тот же дядечка. Я его уже несколько лет видела, года два или три он постоянно, всегда все рейсы Аэрофлотовские отпускает. Этот турок, такой полновательный мужчина, в белой рубашечке, в брюках стандартно, и ему где-то лет около 45-50 примерно в возрасте такой мужчина, ну, непонятного возраста, средних лет и постарше. Так вот, вот к нему обращаетесь и либо к стойке регистрации, если там кто-то есть уже, но она еще не открыта регистрацией, и говорите, мне нужно оплатить просрочку визе. Я в стране находился дольше, чем положено. На этой стойке регистрации у вас забирают ваш паспорт. И когда открывается время регистрации, вы идете в регистрации, как правило, первым. Вам заранее выдают ваши посадочные вот эти талоны, ваш паспорт возвращают и распечатывают вам квитанцию. В компьютере там по паспорту смотрят вашу просрочку, сколько дней, какая там сумма будет. И вот эту квитанцию распечатывает человек из таможни, которого вот сюда вызовут, пригласят на вот эту стойку регистрации. То есть, условно, регистрация открылась, не важно, что очередь перед вами стоит. Ваш паспорт берут первый, потому что вам надо бегать, это все проплачивать. То есть, здесь не направлено на то, чтобы вам навредить, чтобы вы там застряли, а не улетели. То есть, по факту, получая эту квитанцию, вы получаете в своей билетике эти посадочные талоны в самолет с гейтом, выходом. И бежите там все это, сейчас расскажу, платите. Но по факту самолет уже без вас не улетит. Вас будут искать по аэропорту. Далее. Зачем вот этот зазор времени нужен? На вот эту оплату всю историю? Но при этом вот вызывают, пока звонили минут 10 человека с таможни. Вот он пока дошел до этой регистрации, своим там паролем открыл в программе распечатку квитанции, пока он ее напечатал. Девушка вот тогда зарегистрировала вот на стойке регистрации. В общем, на руках мы имеем по факту паспорт, посадочный и квитанцию. Чемоданы остаются с вами. Их еще вы не сдаете никуда. Вы в очередь можете не вставать за всеми на регистрацию. Вы должны сбоку подойти, ну, как бы заранее, без очереди. Ну, вот этого мужчину спросите. А этот представитель какой-то, аэропорт, он всегда там есть. Вам могут предложить чемоданы, оставить здесь, он за ними присмотрит. Можете бегать с ними. Опасно, если кто-то у вас там сопровождающий есть, кто-то может с этим постоять. В общем, и идете со стойки регистрации аэрофлота, она называется вроде бы К или Р, какая-то дальняя в конце, предпоследняя. Вот оттуда через весь аэропорт вы проходите, и там, где входы были в аэропорт, в этот международный терминал, есть терминал Б, стойка Б. Вот на ней вам нужно оплачивать. Там Б-01, вроде бы там касса эта есть, а она в самых закоулках, прям как, ну, туда. Вы увидите, поймете, когда в аэропорту будете, а на самой экране ее фактически не видно, там вот эту стойку Б, надо будет обойти и найти эту кассу. Там написано будет, что это таможенные сборы. Встаете там в очереди, человек, у которого паспорт, виза, это вы должны платить. Оплата принимается только наличными, только в лирах. Ни доллары, ни банковские карты, только валюта страны. В аэропорту есть обменники, если вам доллары, бумажки на лиры надо поменять. В аэропорту есть банкоматы, если вы хотите снять в лирах наличку со своей банковской карты. Но касса принимает только наличку, только в лирах. Вот на сентябрь, пардон, на октябрь 2021 года месяц для россиянина просрочки визы стоил 180 турецких лир. Это где-то 1600 рублей по курсу сейчас лиры. Вот про правила новые вот здесь. Сейчас такие правила, что первые полгода, 6 месяцев, каждый месяц стоит примерно 180 лир. 180, потом плюс 180, плюс 180. Если ты до 6 месяцев так просрочил, за каждый месяц по 180 заплатил, свободно едь, как заплатил, хоть завтра в страну возвращайся. Но если ты превысил 6 месяцев, я не знаю тарифа, но на стойке этой сказали, что по новым правилам тариф будет в тысячах, в сотнях лир, либо в тысячах. То есть, скорее всего, там условно больше 1000 лир ты заплатил, там 10 тысяч рублей. Соответственно, можно сейчас так делать, да, вот просрачивать, извините за такое некрасивое слово, но все равно, да, делать эту просрочку до полугода. Полугода, потом уже невыгодно, там уже штраф будет очень высокий, взыматься от этого стоимость. Если ты не оплатил, ты можешь отказаться оплатить, у тебя нет, например, денег. Ты вылетаешь из страны, тебя посадят на самолет, но тебе ставят депорт, запрет на въезд в страну. И от того какое-то количество там срока, скажем так, профукал, да, не заплатил за который, это может быть месяц, это может быть год. И этот депорт, если там много просрочил, то до 5 лет вообще в запрет на въезд в страну, ты попадаешь в компьютер, у них в базе твой паспорт заграничный под эту черный список. Приготовьте заранее наличие кублеров, заплатите и едьте спокойно. Затем, оплатив в этой кассе, вы обратно идете или бежите, у кого как по времени, поэтому надо зараньше приехать, на свою стойку регистрации самолета своего. Встаете в общую очередь на регистрацию, хотя у вас уже в паспорте есть билетики, оплаченная виза. Проходите со всеми по очереди, подходите к регистрации, показываете ваш паспорт, ваш билетик и сдаете свой багаж. Приняли багаж, все, ты просто дальше остаешься, тебе наклеечку дают от твоего багажа ручной клади, ты дальше идешь в зону паспортного контроля. Там все, у тебя уже твой посадочный, для того, чтобы попасть в зону вот эту таможенную, потом досмотра личного и в дьюти-фри, ты отсканировать должен на входе, как, кстати, в Шереметьево также, как это назвать, электронный стик твой, в общем, паркод, код твоего посадочного билета на вход. Вот там дверь раскрывается, заходишь, к стоечке подходишь. Что хочу сказать, надо подавать документы, паспорт и оплаченную квитанцию в развернутом виде. Бумажка эта будет формата А4, пополам разрезанная, вот эта половинка А4, у вас там будет штамп, печать и роспись, потому что, короче, через кассовый аппарат проведена, напечатано, что вы оплатили, роспись там будет, и штамп синий стоит, все. История такая, мы подавали паспорт, бумажка была свернутая, и он начал требовать, а вы, вы, просрочили, отдавайте свой и комет туристический, всякую фигню, а человек вообще, который не говорит ни по-турецки, ни по-английски, не понимал. Были, в общем-то, такие минутки-две разборок, пока ему, типа, там в нос не ткнули развернутую бумажку, а чего вы сразу не показали. И, собственно, все, после этого проблем никаких нет, проходишь там у нас дьюти-фри на посадку свою, все окей. Что хочу отметить, сами сотрудники, естественно, если вы идете с сопровождающим турком, ну, может, там семья вас турок провожает, или ваш мужчина турок, или там родственники, конечно, отношения очень дружелюбные, там перед все расскажут, чуть ли не за вас эту бумажку пойдут оплачивать, вась-вась, брат-брат, как и здесь, в Турции, все всегда любят. У нас было так, потому что, ну, короче, знание не только языка, то, что здесь живешь, как всегда, здесь турки своим все помогут. Если ты просто турист со знанием английского языка, ты не пропадешь, все расспросишь, отношение будет нейтральное, нормальное, никто не старается нагрубить, или тебе подножку поставить, чтобы ты не успел, задержался, и вообще это не в их интересах, им вообще наплевать, что ты там делаешь. Стараются, помогут, если ты спросишь. Но если ты такой конфликтный турист, которому все должны, все обязаны, ни на каких языках я не говорю, ты, в принципе, негативный, вот такой вот весь, острый колки и колючками, то отношения будут не очень. Я такую просто ситуацию видела, да, когда человек вот такой вот весь, ему все должны, вот по жизни дерганы, да, и с таким вот отношением к нему тоже так его, идите платите, а он спрашивает, а куда, а куда хотите туда идти, там, найдете вон там, то есть не сказали ничто, что эта касса в отделении, в терминале Б будет, ра-ля-ля, вот эта стойка, ничего не расшевывали. А когда ты тура, конечно, тебе все, он прошел, вон смотри, типа, обла, вон туда прямо идешь, потом повернешь, то есть вообще идеально, досконально. Касаемо, в общем, как и всегда и везде, в принципе, я просто предупреждаю, да, и касаемо таможенного вот этого контроля, там вот кислорожие часто сидят, это люди, которые вот всем должны, это синдром начальника маленького, я типа что-то решаю, на самом деле ничего, на самом деле не решают. В общем, вот это вот то, что бумажку мне не раскрыли, не положили, вот это везде всегда бывает, я вас предупреждаю, Турция ни разу не исключение, вот эти маленькие начальники с условной властью есть везде, и даже вот на таможне и так далее. Хочу предупредить, что вот на осени, вообще все лето было, и до сих пор осень 21 года, в аэропорт провожающих в Стамбуле на вылет не впускают, только по билету, только у людей, которые туда заходят для того, чтобы улететь, поэтому сопровождающих пускают, меня пустили, мы договорились, потому что человек не знает языка, тренер, опять же, турки, договориться удалось, не знаю, можно ли об этом видео говорить, вообще-то запрещено, по сути, но тем не менее, можно договориться, да, условно, если у вас какой-то пожилой человек едет, там, родственник или ребенок, ну, молодой кто-то, ну, в общем, или там, инвалид и так далее, сопровождение кому нужно, в плане языка они знают, человеку, ну, по сути, я так и сказала, говорю, вот у меня там есть родственник, он не знает ни английского, ни турецкого, и надо заплатить за визу, а он такой, ну, окей, заходите, типа, и мне даже сразу показали, где выход обратно, обратно-то нет выхода из аэропорта, потому что они закрыты, перекрыты выходы, я вам тем, кто, если кто-то провожающий будет, как из аэропорта вот этого терминала на вылет, выйти-то обратно, двери-то только на вход работают, никого же там разворачивают, не пускают дальше в парковке, выход есть, если стоять спиной к паспортному, ко всему контролю, а лицом к выходу, то по левую руку от вас идете до самого конца, где вот вы, по сути, в кассе Б платили, возле нее там есть просто скромненькая надпись, выход на английском и турецком языке, и просто такие раздвигающиеся двери обычные, она выглядит, как стена, это, в общем, там металась, я ходила, блин, где же тут выход из аэропорта, пока не увидела маленькую надпись, и мужика с автоматом, который охраняет, я поняла, что там выход, скорее всего, на вход туда тоже, естественно, не пускают в эту маленькую дверь, вход только через металлоприемники все эти. Вот я спокойно вышла, а то он тоже на меня так посмотрел, типа, что ты там делал, то есть все, кто провожающие какие-то посторонние люди, которые не уходят туда в тюч-фризонную на вылет, они все здесь под подозрением, что эти люди здесь быть не должны, или какие-то там уж разрешения, они там спрашивают, мне ничего не спросили, но если бы спросили, я бы объяснила эту историю. Вот такая история по сумме, по висе сейчас на данный момент, я рассказала схему, как это оплачивать, не знаю, популярное будет нужно видео это или нет, но когда я столкнулась с этим вопросом, я нигде не нашла конкретные инструкции, куда идти, куда какую бумажку давать, как за это платить, что как происходит, потому что раньше, лет 5, может 4 года назад, у меня была информация немножко по-другому происходила, уже на паспортном контроле, когда ты даешь паспорт, тебя отводили в отдельную комнату, где касса, ты шел оплатить оттуда, тебе сопровождающего давали, выйти в зал и в кассу заплатить. Проходит ли это сейчас, я не знаю, я вам рассказала схему, которая работает до этого, чтобы у вас не было проблем, чтобы как до паспортного контроля, чтобы до претензий заранее оплатить свою, короче говоря, вот эту визу. Но я думаю, если вы зайдете на паспортный контроль уже, да, то есть дадите чемодан, получите посадочный, вас также развернут, скажут, идите платите, только оттуда просто выйти будет уже проблематичный, вам будет нужен сопровождающий человек, поэтому я вам рекомендую приехать зараньше на полчаса и просто зараньше все это, как откроется ваша регистрация, начать это все пройти. Всем желаю удачных полетов, если есть вопросы, пишите, пишите главное в комментариях ваши истории, рассказывайте, делитесь опытом этим полетным, какие тонкости вы знаете, как что правильно делать, это очень полезная информация, которой в интернете, к сожалению, очень мало. Так что всем туристам пока, скоро увидимся, всем пока!